Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Он назвал 14 дивизий и 16 бригад. Что это значит? Ну, понятно, что численный состав и дивизий, и бригад разный. В разных войсках по-разному. Мотострелковая бригада, например, 4,5 тысячи человек. Там, скажем, артиллерийская, где-то, по-моему, 2,700. Ну, в общем, поменьше. И так далее, и тому подобное. Дивизии тоже могут быть немножко разные. Тем более, что... Ну, правда, Шойгу говорил о полноценных таких, полнокровных, как любят говорить, военных дивизиях. То есть, полностью укомплектованных. Ну, значит, если полностью укомплектованная дивизия, то это от 8 до 10 тысяч. Ну, а бригада там может быть примерно в 2, может быть, 2,5 раза меньше. Вот если провести некие просто арифметические операции, и мы получим вот эту цифру, да, вот порядка где-то 200 тысяч. Может быть, меньше. Ну, некоторые такие въедливые специалисты военные, они, конечно, будут говорить, что, скажем, бригада ТЛА по материально-техническому обеспечению, это не такая бригада, как стрелковая, скажем, бригада радиоэлектронной борьбы, там может быть совсем немного людей, ну и так далее, и тому подобное. Ну, вот на что я хочу обратить внимание в этой связи. Значит, известно, что в 22-м году, в конце 22-го года, было призвано 300 с лишним тысяч человек мобилизовано. Прошу прощения, мобилизовано. И это, по словам Шойгу, ну, Шойгу, правда, об этом не говорил, но он в декабре прошлого года, он сказал, что вот в 23-м году было сформировано 50 соединений. Ну, вот эти 50 соединений полноценных, полностью укомплектованных, оснащенных, так он говорил. Значит, ну, это примерно соответствует вот мобилизации 300 тысяч. Значит, если 300 тысяч позволили, значит, мобилизованных позволили создать 50 новых соединений, ну, можно прикинуть, что для 30 понадобится вот где-то порядка 200 тысяч. Ну, просто вот арифметика такая. Откуда их взять? А взять их неоткуда, нужно мобилизовывать, потому что все, что связано с добровольцами, там, ну, это отдельный разговор по поводу контрактников, добровольцев и так далее. Там очень много всякого лукавства или просто открытого, откровенного вранья российских военных. Но вот так получается, что без мобилизации, значит, вот эти 30 соединений создать невозможно. Юрий Евгеньевич, даже если удастся вот эти 200 тысяч человек мобилизовать, то есть ли чем их вооружить, есть ли во что их одеть и есть ли те, кто будет их обучать? Значит, во что их одеть, наверное, есть, во что их обуть, тоже, наверное, есть. Сапоги – это не дефицит в российской армии. Дефицит офицеров – тут слов нет, потому что, ну, это опять-таки известные соотношения. На 10 рядовых сержантов требуется офицер, один офицер. Ну, если вот будут мобилизованы 200 тысяч человек, значит, ну, как, ну, примерно 20 тысяч офицеров нужно для этого. Нужно также учесть, что офицеры гибнут на фронте в Украине во время войны, гибнут, или их приходится демобилизовывать в результате ранений, ну, примерно в той же пропорции, в какой и рядовых. Значит, ну, вот опять же, если 100-120 тысяч человек – это убитые в ходе войны, я имею в виду российских военнослужащих, ну, можно предположить, что порядка 10 тысяч убитых – это офицеры. Значит, их тоже нужно кем-то заменять, потому что если офицер убит, то, ну, тогда подразделение, там, зовут рота, которыми он командует, она резко теряет боеспособность. Откуда им взять офицеров, значит, ну, либо призывать тех, кого когда-то учили в гражданских вузах на военных кафедрах – это один вариант. Сержантов быстренько, вот более или менее грамотного сержанта можно тоже быстро обучить и, наверное, обучают в офицерских каких-то школах. Три месяца обучают, ну, и потом надевают на него лейтенантские погоны. А вот как он будет командовать – другой вопрос. Честно говоря, у меня большие сомнения. Вот такая ситуация. Теперь, что касается вооружений, это тоже проблема, потому что вот по всем, так сказать, цифрам, которые доступны, получается, что российская промышленность военная может компенсировать потери, ну, примерно компенсировать потери вооружений во время боевых действий. А вот произвести достаточное количество вооружений, чтобы оснастить вот эти 30 соединений – ну, вот тут большой вопрос, сможет или не сможет. Или нужно новую танковую бригаду, например, оснащать танками 70-летнего возраста, которые чуть-чуть там подремонтировали, такое тоже возможно. Юрий Евгеньевич, а сколько примерно времени может потребоваться на формирование вот этих двух общевойсковых армий и 30 соединений? Ну, общевойсковая армия, ее как раз сформировать легче, потому что армия состоит, как раз вот эти две общевойсковые армии, они будут состоять в том числе из тех дивизий и бригад, которые предполагается создать. Значит, нужно формирование армии, это значит формирование, ну, каких-то органов управления, там, штабы и прочее, и прочее. А вот создание и формирование вот этих соединений, ну, как, призвать личный состав можно, скажем, там, в течение, может быть, двух, двух с половиной месяцев, трех, если речь идет о двухстах тысячах, ну, наверное, три месяца – это, наверное, минимум. А дальше с ними нужно проводить работу, их нужно обучать, обучать как минимум для того, чтобы хоть что-то умели делать, но это требуется три месяца. А для того, чтобы подготовить хорошо, значит, полноценного рядового или там, значит, младшего командира, сержанта или фрейтера, требуется год как минимум, ну, вот, считайте. Значит, скорее всего, этих людей будут быстро очень чему-то учить, там, упал, отжался, стреляй по команде и отправлять на фронт. Ну, то есть, по самым грубым подсчетам, с момента, когда, условно, будет объявлена новая мобилизация или Министерство обороны начнет набирать вот эти 200 тысяч человек, пройдет еще где-то около 5-6 месяцев до момента, когда вот эти 200 тысяч человек будут, ну, хоть в какой-то степени боеспособны. Ну, примерно так, да. Если, конечно, исключить возможность, а ее исключать нельзя, что кого-то прямо с колес будут отправлять в действующую армию с тем, чтобы восполнять потери, такое тоже возможно. Но создавать из вновь мобилизованных боеспособные соединения, ну, да, действительно, это полгода как минимум. Ну, так, минимально боеспособные, я бы сказал. Помните, позавчера мы обсуждали с вами историю рыболовецкого траулера капитана Лобанов, который затонул на фоне учений, которые проводились в Балтийском море. И одна из ваших версий была, что что-то взрывчатое было на борту. Вот. Я так понимаю, основная у вас версия была. Как вы вчера восприняли то, что, судя по всему, ну, по тому, что рассказал в эфире «Дождя» родственник, члена экипажа траулера капитана Лобанов, в него попала ракета во время учений по ошибке? Да. Значит, вот какая история получается. Вскоре на следующий день после того, как, значит, этот самый капитан Лобанов то ли затонул, то ли куда-то его отволокли, некий телеграм-канал российский военный, ну, он иногда сообщает правдивую информацию, иногда не очень, поэтому тут я ничего сказать не могу. Он сообщил, что на самом деле вот этот капитан Лобанов – это замаскированный под траулер разведывательный корабль, на котором находилось в том числе новое какое-то оборудование радиоэлектронной борьбы. Ну, и его, значит, сделали его в виде траулера, ну, просто потому что в целях конспирации. Такое действительно было в советское время. Были разведывательные корабли военно-морского флота, которые, ну, либо исследовательскими кораблями там изображались, вот они там что-то исследуют в Мировом океане, пробы воды берут и так далее и тому подобное, либо рыбу ловят. В этом, конечно, какая-то логика была. И, кроме того, значит, было сказано этим телеграм-каналом, что на борту была диверсия. Его, значит, взорвали такие диверсанты, заложили туда чего-то такое взрывчатое. Это одна версия. Она, в общем, не противоречит, по крайней мере, здравому смыслу и тому, что было известно ранее. Теперь версия о том, что попала ракета. У меня, вы знаете, сразу возникло некоторое сомнение, когда Дождь опубликовал сообщение о том, что какой-то родственник члена экипажа... Почему? Калининград, ну, Калининградская область – это регион, перенасыщенный всякого рода военными и спецслужбами. Ну, это тоже понятно, почему. Близко, значит, он отделен от территории Российской Федерации, ну, и так далее, и тому подобное. Понятно, что там за всеми следят. Теперь Дождь – это эмигрантское оппозиционное издание. Ну, не издание, а средство массовой информации, прошу прощения. Теперь вот некий человек открыто говорит с этим оппозиционным изданием и сообщает ему, значит, довольно деликатную информацию. Ракета попала, причем одна ракета попала, другая, значит, где-то у другого корабля запуталась в сетях рыболовных, что-то там, то ли ее выловили, то ли не выловили. Ну, как-то вот вызывает некоторые вопросы вот эта история с родственником члена экипажа. Теперь, если посмотреть на всю эту историю с немножко другой точки зрения, то версия с ракетой, она очень удобна, очень многим. Смотрите, если была ракета, значит, за вот эту аварию с Траулером отвечает кто? Отвечает, ну… Минобороны, ВМФ. Ну, ВМФ, во-первых. А во-вторых, ну, какой-нибудь там замкомандира, значит, какого-нибудь ракетного катера, который эту ракету запустил. Ну, его не жалко, значит, там, проведут расследование, ну, не знаю, что с ним могут сделать, ну, скорее всего, ничего не сделают. А вот если действительно диверсия, и к тому же диверсия на разведывательном корабле, то за это отвечает, за это будут ругать ФСБ, которые военную контрразведку, военная контрразведка – это, значит, элемент ФСБ, подчинена ФСБ, ну, значит, прошляпили чекисты, чтобы кто-то взорвал такой разведывательный корабль интересный. Так что, и, кстати говоря, там вот этот родственник члена экипажа говорил, что к тем членам экипажа, которые находятся в больницах, приходили ФСБшники и, значит, вели с ними какие-то разговоры. Вроде бы говорили, не надо болтать о том, что не надо, о том, что там действительно было. Ну, вот, хотите – верьте, хотите – нет. Но мне всё-таки кажется, вот такая версия с кораблем, она тоже имеет право на существование. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Юрий Фёдоров – наш военный эксперт. Прощаемся до следующей недели. Спасибо, Юрий Евгеньевич.